Особое мнение на 101FM Кажется о том, что решение установить сбор на капремонт в размере 0 рублей из квадратного метра кажется в принципе правильным. Особенно учитывая то количество нареканий, которые в том числе у депутатов в городскую думу к фонду есть. Почему оно не было принято? Как вы проголосовали? Какая была ваша позиция? То, что высказываны все нехорошие вещи в сторону работы фонда капитального ремонта, я стопроцентно поддерживаю. Там очень много грехов в его работе. Но сама постановка вопроса о том, что можно сделать нулевую ставку, противоречит всем юридическим законам. Почему? Потому что у нас существует федеральный закон, федеральный еще раз подчеркиваю, о взносах на капитальный ремонт. Поэтому в моем понимании, я не великий юрист, как некоторые депутаты, называющие себя юристами, понимаю, что для того, чтобы сделать поправку или изменить федеральный закон, надо внести законодательное предложение. Оно может быть сделано депутатами Кировской областной думы. То есть мы бы должны были обратиться к депутатам законодательного собрания о внесении изменения в федеральный закон. Просто так сказать, давайте мы завтра платить не будем, это и есть нарушение федерального закона. И все остальные службы, которые, если в фонд капитального ремонта обратиться в соответствующую службу, будут граждан штрафовать и взимать эти средства. Ну хорошо, а если бы история была, допустим, не про ноль рублей, а условно там одна копейка? Ну, я могу сказать, что тогда это должно быть проработано, во-первых, на юридическом уровне, не одна копейка. А вот там стоял вопрос о полном исключении из бюджета города, платежей использования фонда капитального ремонта, где город тоже осуществляет. Да, давайте мы скажем о том, что город тоже платит за жилые помещения, которые у нас уходят в собственности города, а в снос... Конечно, мы таким способом могли бы остановить, ну нет, значит, это было бы не целевое использование, мы бы остановили весь капитальный ремонт в городе, да? Угу. Да. Я считаю, что надо максимально контролировать работу фонда, наладить его работу, безоговорочно. Ну, а как это сделать? Вот он работает уже с конца 2013 года, пять лет. Для этого надо политическое решение. Какое? Управленческое. О том, чтобы там были люди, которые умеют и знают, как это делать. Мы не всегда ставили туда специалистов, которые могут... Ну, не мы, а власть ставила специалистов, которые могут этим заниматься. И я хочу сказать, что при том спаде самого строительства и массы высвободившихся рабочих рук, их вполне можно использовать в целях ремонта этих помещений, которые требуют... Которые стоят в графике и можно даже дополнительно выбирать. Я считаю, что там просто отвратительно сделана организация труда. Ну, во-первых, до этого года было очень выгодно держать деньги на депозите, потому что все проценты, полученные из депозита, могли быть использованы на работу самого фонда. Вот об этом я тоже хотел спросить, почему такое происходит? Почему такое происходило? Сейчас происходило, потому что так был выстроен федеральный закон, который позволял жуликам пользоваться средствами с депозитом. То есть они уходили на что? На премии, на автомобили? Ну да, на обслуживание, то есть на хорошую, приятную жизнь. И это было, я считаю, сделано преднамеренно. Даже у меня сомнение, что это сделано преднамеренно. Ну вот, когда прижало, решили поправить. А мы должны сказать, что процентов там скопилось порядка 300 миллионов. Ну, это у нас. Это, по крайней мере, та цифра, которую Михаил Кузьмин, директор фонда, озвучил на комиссии. Да, есть те города, где скопилось и более того. То есть им было невыгодно выполнять свою работу, держать деньги на депозите и пользоваться влагами тех средств, которые остались на депозите. Ну, то есть первая мысль, которую вы предлагаете, это сменить руководство, применить какие-то кадровые решения. Вот в той части, которую можно было бы доработать, я бы сам предложил это сделать на Думе, выступить законодательным предложением о том, чтобы резко сократить сроки перехода на спецсчета. Значит, все ТСЖ и домовладельцы могут перейти, не держать деньги в общем фонде капитального строительства. Вот я в доме, в котором я проживаю, мы год назад сделали это. Но на это ушел год. Сейчас законодательство изменилось, после 1 января 2020 года сроки снижены до 6 месяцев. Но все равно это очень долго. Я считаю, что это долго, да. Ну, это мое такое оценочное мнение. Я считаю, что это можно делать 1-2 месяца вполне для оформления документов. Ну, это уйдет такой срок. И передать средства на спецсчета. А тогда жители, увидев там, что у них крыша и в том состоянии, могут начинать использовать эти средства в целях капитального ремонта отдельных частей дома. Вот это, я считаю, эффективно, использование тех средств, которые вы накопили для работы по ремонту дома. А это вот, ну вот я честно скажу, что это вот такая штука волонтаристская. Больше она пиар-ход. Да, он выверенный пиар-ход, совершенно выверенный. Не имеющий под собой никакой юридической оценки. Поэтому решение было, не было поддержано. Ну, да, много здравых депутатов, вне зависимости от их партийной принадлежности, приняли такое решение. Я тоже голосовал в той форме, которая предлагалась, потому что с поправками не предлагалось другое обращение. Я голосовал против. Но вот эти поправки, которые вы сейчас озвучили, они будут как-то вноситься в этот документ? Или, может быть, кто-то мог будет обращаться? Я его внес в предложение. Когда комиссия будет рассматривать дальше, сейчас же на комиссиях рассматривать, потом на Дуни наверняка будет рассматриваться. Если его вынесут. Смотрите, в своем докладе директор фонда капремонта на комиссии сказал, что процент выполняемости работ порядка 30%. Очень низкий. И контроль от родителей. Но он предложил что сделать? Чтобы этот процент повысить, не увеличить количество работ, чтобы дотянуться до плановых показателей, а предложил эти плановые показатели подвести под те работы, под тот уровень, под ту скорость работ, которые они сегодня делают. Это вообще правильно? И если нет, то кто это должен регулировать? И кто не должен это позволить фонду сделать? Во-первых, есть же план ремонта. Он же составлен по датам возрасту домов. Значит, нужно выполняться. Сдерживающих факторов выполнения плана не существует, кроме дезорганизации работы самого фонда. Средства есть? Есть. Рабочая сила есть? С избытком? Есть. Все дело в организации и контроль от работы. Я больше других препон в этом вопросе не вижу. Но городские депутаты могут как-то на это повлиять? На то, чтобы улучшить качество? Депутаты могут усилить контроль. Это их функция. То есть кроме контроля пока ничего... Депутаты законодательная власть, неисполнительная. Вот как могут, всегда обсуждая, вот СЖ они работают, не так работают. А законов, регулирующих деятельность СЖ, не существует. То есть администрация их тоже с большим трудом к какой-то ответственности может привлечь. Потому что вот я знаю, что за последние годы была отозвана всего одна лицензия. То есть рычаг отозвать лицензию, но переоформятся. И фактически не выполнен. Фирма Вася на фирму Коля. И все. Вот нет рычагов. А почему? Потому что это позволяет федеральному законодательству. Я предлагаю нам уйти на 30-секундный перерыв. Вернемся и продолжим уже с другой темой. Продолжаем наш разговор с депутатом Кировской городской думы Юрием Шлемензоном. И продолжаем обсуждать вчерашнее заседание городской думы. Вчера в первом чтении дума приняла проект бюджета на следующий год. И глава департамента финансов Гульнара Сайфудинова на вопрос одного из депутатов. Как же она может охарактеризовать бюджет? Сказала следующее. Нельзя сказать, что это бюджет развития. Исходя из тех возможностей по доходам спланирован вот такой бюджет. Это, во-первых, как? Во-вторых, если даже департамент финансов у нас понимает, что бюджет это не развитие, что с этим делать? Я понимаю, это то же самое. Так что, почему ничего не делается? В каком смысле ничего не делается? Ну, не изменяются подходы к формированию бюджета, не изменяется политика, не перераспределяются средства в экономику. Это все идет откуда? От города Москва, во-первых. Ну, я имею в виду от власти федеральной. Если у нас все налоги в большом объеме изымаются, реально изымаются, даже, а еще не говоря о тех, что многие города у нас просто дозационные становятся, а потом мы ждем трансферты на различные наши хотелки. Поэтому по-другому выстраивать в существующем состоянии и времени ни у руководства города, ни у финансистов, других возможностей нет. Мы ждем. То есть мы загнаны в эти условия? Конечно, мы загнаны. Это не наша собственная инициатива? Это определено федеральным законодательством так все. Конечно, мы бы строили, если нам надо потребность 10 школ, с удовольствием построили в следующие годы. У нас технические-то возможности есть, 10 школ. А мы строим полторы школы, ну, две школы. Вот, кстати, по школам. Вчера Илья Шульгин сказал о том, что ситуация с детскими садами и школами в 2020 году непонятна. Понятно, что здесь речь идет о финансировании, о том, что, видимо, непонятны сроки. Она больше непонятна со школами, чем с детскими садами. С детскими садами они по другой программе идут, там, ясность и понимание. Просто везде в СМИ уже прозвучала информация, что вот будет 6 школ, 6 детских садов. Я вам объясню. Я вчера на доказательном собрании, на собрании городской думы поднял вопрос о нестроительстве школы в микрорайоне Долгушино. Так. То есть было много, масса обещаний еще и в предвыборный период. Я получал официальные бумаги от правительства Кировской области, от городской администрации о том, что строительство школы находится на контроле. И в 2019 году будет начато строительство этой школы. Был общественный совет в марте 2018 года в поселке Коминтерн, в ЦМА. И там тоже представители администрации подтвердили о том, что школа будет построена. Начато строительство в 2019 году. Но сложилось, не знаю по каким причинам, что были поданы документы на две школы. Это в поселке Радужном, в поселке Коминтерн, в Долгушино. Но Москва почему-то по каким-то параметрам, причинам, не знаю из чего, выбрала. Так, не объясняют. Я не знаю, как это вы. Думаю, что Москва выбирала, но все же выбор-то было здесь. И определяет это правительство Кировской области, к сожалению, а не городская администрация. Было выбрано строительство в школе, в поселке Радужном. Поэтому я в очередной раз заострил этот вопрос. Жители поселка Коминтерн на прямой линии обращались к губернатору по этому вопросу. Потому что заниматься как так называемую третью смену, а после восьми часов вечера есть занятие, это все же уже третья смена. Но это возмутительно и неправильно. При планах учиться в одну. Да, конечно. Притом были обещания, там есть для строителей, кроме финансирования, все есть. Есть место, есть документация, зарезервировано место давно, с большим объемом. По-моему, там участок даже выделен под эту школу. Да, конечно, выделен. Давно выделен этот участок, все есть для этого. И вот такая напряженная обстановка сложилась в микрорайоне в связи с тем, что оттягивается непонятные сроки строительства. Ну, вам вчера на дуне что ответили? Вы мне ответили. Мы решили, что Илья Вячеславович и Елена Васильевна встретятся с активом этого микрорайона и разъяснят ситуацию. Я думаю, что это произойдет в декабре даже. Надеюсь, очень. Это произойдет в декабре месяц. Давайте далее по бюджету. Потому что финансирование может и появиться. Не совсем, что уж отказала Москва. Может появиться. Все это зависит от работы лоббистов в Москве. С этим строительством шести школ, то есть она может и не состояться. Мы можем не увидеть эти шесть школ в 2020 году. Мы не путаем, у нас не школы, мы про садики говорим. Мы все вместе. У нас шести школ нет строительства шести школ. У нас строительство школы пока намечено только в поселке Радушно. Так, поняла. Потом должно быть еще. В Уронцево школа строится. Мы еще не построили место 24 школы, ничего не построили. То есть нам необходимо сейчас 10 школ. Если с садиками ситуация налаживается, я думаю, что она будет так же хорошо планово идти. То, насколько я знаю, в 2020 году должно появиться около 4000 мест детских садов. Ну, давайте далее по бюджету. Есть там два интересных пункта в конце документа. Пункт 13 и пункт 14. 14 пункт голосит о том, что Дума устанавливает мораторий на снижение налогов. В частности, по налогу на имущество физических лиц, по земельному налогу. И устанавливает мораторий на введение налоговых льгот. Вот эта история, она правильна. Я так поняла, что она появилась не так давно, потому что я посмотрела бюджет вроде бы 2-3 года назад. Раньше такого не было. Может быть, вы помните, почему это появилось и зачем это нам нужно. Почему нет моратория на повышение, а есть моратория на снижение. Нет, вы немножко не так трактуете. На мораторий на налоговые льготы, конечно, при бюджете развития это неправильно. В бюджете развития всегда появляются налоговые льготы. Но так как у нас бюджет стагнации, понятно, что налоговые льготы появятся не могут. Их нет возможности предоставлять. По росту налогов у нас они происходят пока только на федеральном уровне, а на местном уровне они не произошли, потому что вот взятие даже налог на имущество, на физических лиц, который используется для коммерческой деятельности, он не вырастет в той мере, в которой мог бы вырасти. Это вот та история, когда Дума не приняла. Да, это на самом деле я понимаю, что, конечно, налоговолагаемая база, она резко вырастет, да, реально она вырастет. Потому что если у нас сейчас 1800, если не боюсь объектов, которые платят налог на имущество, это с площади свыше 1000 метров, это принималось на региональном уровне. Сейчас, согласно федеральному законодательству, с нуля, как бы, начиная, все будут платить. Единственное, что вот если мы сейчас сдержались, вот, но не сделали поэтапный ввод коэффициента до двух, да, то это произойдет сразу. Хорошо это? Ну, я не считаю, что это очень хорошо. И то, что сейчас бюджет города потеряет средства, понятно, что... Ну, то есть этот мораторий, это некая страховка от потерь бюджета. Поняла. Второй пункт, под номером 13 идет, он, если кратко, я его процитирую, он звучит так. Отклонить предложение администрации о выделении бюджетных ассигнований на исполнение судебных решений. Правильно ли я понимаю, что администрация собирается отказаться от выполнения судебных решений? В полном объеме, потому что они составляют, если я не ошибаюсь, цифры около... Более миллиарда, по-моему, вчера Илья Вячеславович озвучил. Да, очень большая цифра, понятно, что это нереально сделать. Какие-то будут, конечно, выполняться, которые... Есть же, которые связаны с жизнеобеспечением граждан, ну и другие вопросы. Они будут выполняться в полном объеме, конечно, справиться невозможно. Еще немного про бюджет и уйдем на другие темы. Ваш коллега вчера на Думе при планировании бюджета предложил не только выставлять требования к администрации, но еще и на себя обратить внимание, на депутатов. Предложил на треть сократить аппарат городской Думы. Как вы к этому предложению относитесь? Эффективность работы аппарата я не изучал, на самом деле, в том объем, в котором может быть при такой постановке вопроса. Но то, что я, знаете, не выношу эти ссылки на 1917 год. А вот мы были такие революционеры, и нас было три человека, и мы со всеми справлялись. А хорошо ли вы справлялись? Большой вопрос. Вот у меня лично. Ну да, справлялись. Можно одного человека оставить. А будет ли выполняться тот необходимый объем работы? Ну, тоже есть вопрос. Вообще, это таким политическим пиаром больше пахло, чем эффективностью использования средств. Хотя рассмотреть этот вопрос вполне можно и нужно. Ну, а как же оптимизация бюджетных средств, бюджетных расходов? Я говорю, что надо рассмотреть. Хорошо. Мне просто сам посыл для меня, он прийдет к мне. Все ссылки на 1917 год для меня, они сразу такую планку выставляют. Понятно. Давайте к другой теме. Мы были казаками, понятно. Вы возглавляете комиссию по депутатской этике. Да. Ваш коллега Денис Елшин в конце 1918 года попал в ДТП. Второй участницей этого ДТП была 19-летняя студентка. И вот на этой неделе появилась информация в СМИ о том, что господин Елшин требует девушке 250 тысяч рублей. По судебному решению. По судебному решению. Наши коллеги из источника новостей передают слова девушке, которая говорит, что нарушил в тот момент ПДД и Елшин. Но под давлением полиции самого депутата девушка взяла вину на себя. Будет ли этот вопрос как-то выноситься на Думу, может быть? И как представитель комиссии, как вы весь в Елшин оцениваете? Я думаю, что завтра у нас состоится совет Думы. Мы этот вопрос обсудим. Но на комиссии по этике мы наверняка этот вопрос рассмотрим. Сейчас у самого депутата нет наличия, как говорится, он в командировке где-то. При его появлении мы все равно этот вопрос обязательно обсудим. Но у меня есть вопросы, конечно, к его оппоненту. Такая бедная родственница, ездущая на автомобиле марки «Инфинити», конечно. И страдающая, ну очень так это... И зачем здравомыслящий взрослый человек берет на себя вину, мне тоже не очень понятно. Я, конечно, если там была обоюдка, то требования господина Елшина не совсем этичные будут. Ну, в моем понимании, такие ситуации, вот такая схожая есть ситуация, они так или иначе бросают тень на саму Думу, на депутата. И в целом, может быть, на такую... Ну, будем верить, на самого Елшина. На саму власть. Не надо всех это собирать, тогда мы до мирового господства дойдем. Ну, наверное, бросают. Может и нет. К другой теме давайте перейдем. Мы сегодня, мои коллеги, обсуждали ее в дневном развороте. Это история про то, что в Кирове планируют снести более 400 объектов, которые были построены незаконно и которые построены над теплотрассами. Незаконно по законодательству после 2017 года. Вот. Вот так говорите. История эта явилась следствием случая в Пензе, когда произошел разрыв теплотрассы. Магистральные. Магистральные теплотрассы. Туда упала машина, погибли два человека. В Кирове, соответственно, представители компании Т-Плюс и комиссия депутатов городской думы выехали на места, все осмотрели, 400 объектов нашли. Как такое вообще могло случиться? Что теперь нам с этим делать? Ну, во-первых, мы, я думаю, все депутаты в своих округах при получении этого списка мы его так и не получили еще пока. Ну, теплоослабжающая компания, которая несет ответственность за те неприятности, которые она может создать, как обычно у нас очередная компанейщина, дуем на холодное. Но заниматься этим надо, потому что, в моем понимании, там, где проходят трубы магистрального теплоослабжающего провода, это, конечно, опасно. А все остальные магистрали, которые имеют давление в разы ниже, там, проходят по территории парковки или даже по подвалу, это неприятно, но это не так критично, как магистральные трубопроводы. Я не думаю, что все в этих 400 объектов, которые перечисляет теплоослабжающая компания, это все именно магистральные. Ну, получше будем разбираться. Конечно, я думаю, что мы найдем, будем выходить в своих микрорайонах, в которых мы отвечаем и общаться с населением, где будет возможно, будем предлагать новые места для размещения. И если там у нас есть такие детские площадки, о которых речь идет, которые находятся в аварийном и предаварийном состоянии, то мы их будем сносить и по программам комфортной среды или другим восстанавливать, конечно. Будем искать компромиссы для решения вопроса о том, чтобы не принести неприятности проживающим гражданам. Ну, в массовом порядке, вообще, реально перенести там парковки, детские площадки, я не знаю, спортивные площадки? Надо сначала оценить необходимость этого, а потом уже этим заниматься. Нет, конечно, все в один момент никто не сможет перенести, потому что, если это магистральный трубопровод, понятно, что никаких парковок быть не может. И я очень, не очень уверен, что они там существуют. Хотя может и быть такое. А если труба проходит там по двору и там стоят автомобили, ну, бывает. Разроют, зароют. Это же не так, когда свечевая вода бьет, там, с кипятком под 100 градусов. Там такой, нет возможности, более низкое давление. Мы, главное, обезопаситься от магистрального трубопровода. Понятно. И эта работа будет всеми депутатами проводиться, конечно. В своих округах. Конечно. Такое решение принято. Давайте уйдем на рекламу, вернемся, продолжим. Продолжаем особое мнение. В гости его сегодня Юрий Шлеминзон, депутат Кировской городской думы. Мы продолжаем. Следующая наша тема – это тарифы. Наши коллеги с портала «Свой Кировский» опубликовали новость о том, что за год размер обязательных платежей кировчан вырос на 12%. При этом в последнее время, по крайней мере, те, кто, наверное, часто читают новости, сталкиваются с большим количеством различных рейтингов, где так получается, что Киров в лидерах, а в антирейтингах, вернее, в рейтингах он находится на последних местах, а в антирейтингах, наоборот, на первом. Мы там вторые по закредитованности, вторые в России по росту кредитной нагрузки. Ну, это вполне вероятно, да. Вот с этим я соглашусь. Как в этой истории жить в регионе? Мы сами понимаем, что все эти рейтинги создаются и делаются, и очень многое зависит от самой постановки вопроса. О том, что тарифы возросли, да, ну, во-первых, у нас законодательством ограничены предельные тарифы. И больше, чем 7,6 они быть не могут. Понятно, что в отдельных местах, в отдельных местах, я с этим сталкивался, занимался, тарифы вдруг по теплоснабжению возрастали в разы, в некоторых там, ну, в несколько раз. Наверное, вот эти моменты нашли отражение при мониторинге тарифов, потому что среднеобластные тарифы, они так, ну, такого быть не может. Вот есть законодательство, которое ограничивает это. И совсем недавно, вы помните, что мы принимали обращение губернатора по тарифу на теплоснабжение в связи с тем, что инвестиционная составляющая изменилась, и было некое превышение нормативов от 6,8, мы пришли выше. Эти самые 7,6 процентов, которые мы будем планировать в следующем году. Живем мы, конечно, это не швейцария, не Дания, не швейцария, понятно, и хотелось бы жить намного лучше. Но общая экономическая обстановка, как в стране, так и в регионе, не самая благоприятная. Да, у нас есть регионы, которые значительно отрываются от Кировской области. Мы видим, бывает там, о том, как формируется комфортная городская среда. Ну, то есть совершенно другие бюджеты используются для обеспечения жизнедеятельности населения. Ну, вот Игорь Васильев во время своей прямой линии 2 декабря, он сказал о том, что стоит задача, по крайней мере, как-то эти тарифы снизить. Он, отвечая на вопрос одной из слушательниц, одной из зрительниц, почему в Москве, например, субсидии люди получают после того, как сумма, которую тратят они на тарифы ЖКХ, она превышает 10%, в Кирове только после 22%. Он сказал, что мы ведем большую работу, чтобы наполнить бюджет Кировской области, чтобы он смог взять на себя расходы, как это делает Москва. Задача, которая стоит перед нами, сделать так, чтобы тарифы в какой-то момент начали снижаться. Ну, сказано правильно, надо еще это сделать. Ну, вот как это сделать? Если сделать, то когда и как скоро мы можем на это надеяться? Ну, я думаю, что это не сегодня произойдет и не завтра произойдет. Ну, ближайшие пару лет хотя бы. О том, что тарифы, тенденция к снижению тарифов может произойти? Да, может произойти. Вот, например, если, типа, собирающая компания за последующих 3 года резко увеличивает инвестиционную составляющую, которую мы с вами оплачиваем, между прочим, снизится потеря, порывы на теплосетях. Вполне возможно, что им придется, то есть комиссия по тарифам, которая распадывает, уже будет принимать затраты в меньшем объеме, и тарифы реально могут и снизиться. Это не исключается, такой фактор. Во-первых, мы можем при оценке даже тех инвестиционных составляющих, которые сейчас происходят, КТК делают, если они не все попадут, смогут документарно подтвердить выполнение всех инвестиционных программ, то это будет вычтено из тарифа. Тариф реально снизится. Мы же видели, что когда внимательнее подошли к тарифу по ТКО и убрали незаконно включенные туда продукты, то тариф на 15% снизился. Тенденция, я не думаю, что, конечно, такого же снижения будет на следующий год, но не факт. То есть, когда будет проведена проверка норматива, уже полностью длится целый год, то вполне может и там произойти изменения. То есть вы верите, что в каком-то будущем, не знаю, обозримом или не обозримом, мы можем прийти к тому, что тарифы снизятся. Мы можем прийти, это при отсутствии роста инфляции. Ну, это как-то слабо верится. Ну, есть же государства, в которых это не совсем так быстро с инфляцией. Ну, смотрите, у нас инфляция, если мы будем читать, государственная отчетность, она не растет больше 3-4% уже в течение нескольких. Ну, у нас, по-моему, на 2020 год 3% заложено в федеральном бюджете. Но как-то официальная статистика говорит об обратном. Да, когда вы в магазин заходите. Ну, например, да. Конечно. Или в квитанции заглядываю. Да. У нас доля ЖКХ, конечно, занимает достаточно большой процент. И люди, которые получают пенсию, только пенсию, для них это существенно очень. И очень нехорошо, что мы не можем достойную жизнь обеспечить нашим пенсионерам. Ну, вот, к слову говоря, вы сказали о том, что у нас в РСТ установлены некие лимиты повышения ЖКХ. Тот же Сбербанк... Нет, это федеральное законодательство предъявляет. Вот. Тот же Сбербанк, проводя исследование свое, которое там названо Сберданное, да, они проводили свое исследование в Кировской области. И прирост платы за ЖКХ в 2019 году в сравнении с 2018 годом составил 15,6%. Ну, я видел эти цифры. Вот как это происходит? Я не могу объяснить это. То есть это необъяснимая история? Нет, она, конечно, объяснимая. Надо владеть данными, тогда можно объяснять. Ссылки делать. Вы же поймите, что все эти рейтинги, все это такая относительная штука. Хотя оно какую-то основу под собой имеет, надо сначала видеть первоисточники, чтобы рассуждать о достоверности и правильности полученного результата. Хорошо. К другой теме. Сергей Улитин, зампред ВТК «Энерго», в интервью нашим коллегам из «Бизнес-новостей» сказал, что Кирову нужна специализация. В качестве специализации предложил сделать Киров городом для пожилых людей, чтобы сюда на дожитие приезжали жители районов Крайнего Севера. Как вам такая идея? Ну, каждый, конечно, он имеет право на любые предположения. Но я почему-то не вижу такого, тех факторов, которые вот именно в этой области смогут быть плюсом для превращения города Кирова в город дожития пенсионеров. То есть вы не видите факторов для того, чтобы нам их привлекать? Да, конечно. Хорошо. Ни в городе, ни в условиях, ни в других инфраструктах. Хорошо. А если мы их найдем? Как вот, каково это же в городе пенсионеров? Нет, это надо у Лити нас спросить. Он великий специалист у нас в организации многих процессов. Вы уж у Лити нас спросите. Я не представляю, как это делать. У меня почему-то другие города видятся для комфортного дожития. Наверное, где-то южнее. Ну, чуть-чуть, хотя бы чуть-чуть южнее. Три минуты до конца эфира. Я предлагаю кратко два вопроса остановиться. Вчера стало известно, что наш детский космический центр в рейтинге Ильи Варламова, это блогер, урбанист, занял восьмое место в рейтинге самых уродливых зданий России. По его? По его мнению. По его мнению, да. Что создавался. То вы с этим мнением согласны? Вы знаете, он говорит, что я слышал еще дополнение, что тот, кто скажет, что это хорошо, тот вообще вкуса не имеет. Ну, пускай я буду тот человек, который вкуса не имеет, хотя обладаю неким. Ну, есть здание в городе Кирове по конфигурации, которое действительно претит. Он не выдавливается так, чтобы уж совсем давил взглядом. Может, это, исходя из закона в урбанистике, не очень хорошо. Не буду спорить, но, по крайней мере, такого антагонизма он мне не вызывает, честно скажу. Ну, хочется Варламу, так сказать, пускай говорит. Ну, и давайте в конце программы подведем итоги, может быть, даже не года, а сделаем прогноз на 2020 год. Да, у нас мы, наверное, в этом году в рамках этой программы уже не увидимся, поэтому я вас хочу спросить, как? У нас еще будет заседание, я думаю. Как в следующем году, вы считаете, будем мы жить? Я думаю, что жить мы будем, на самом деле, хотя это так не говорится в преддверии Нового года, надо чего-то хорошего желать, да? Ну, я пожелаю лучше всем крепкого здоровья, но, в моем понимании, жить мы лучше все же не будем. Вот такой мой пессимистический прогноз. На этой печальной ноте мы вынуждены закончить нашу программу, мы будем стремиться, чтобы жизнь наша была лучше. Это было особое мнение, его сегодня гостем был депутат Кировской городской думы Юрий Шлемензон. Всего доброго. Всего доброго всем. Особое мнение на 101FM